В городской поликлинике номер 4, что в Засвияжском районе, теперь ведут прием новые специалисты. Всего трудоустроено 34 человека, 24 врача разных профилей и 10 медицинских сестер. Анастасия Рубанова работает в поликлинике уже два месяца. Поток пациентов большой, девушка работает и в две смены. Освоиться на новом месте ей помогает наставник и заведующее отделением. Мне кажется, для молодых специалистов здесь все очень хорошо даже устроено. И в качестве дополнительных, каких-то стимулирующих выплат, поддерживающих. Нам говорили про много программ, которые помогают, даже в том числе оплатить, например, ну, помочь части оплатить, например, съемное жилье и так далее. Очень большая здесь поддержка идет от наставников, от заведующих отделением. Даже не моего конкретного отделения, а других отделений. То есть, кому бы я ни обратилась, меня все в любом случае с радостью помогут. Наставник закреплен за каждым молодым специалистом. Как правило, это человек с большим опытом работы. К нему новоиспеченные медики могут обратиться по любому вопросу. Несмотря на приток новых кадров, потребность в квалифицированных специалистах сохраняется. Стоит отметить, администрация 4-й поликлиники делает все возможное для привлечения новых кадров. Дает молодым специалистам стимулирующие и подъемные. Работают с практикантами, сотрудничает с Ульяновским государственным университетом. Но, учитывая количество приписного населения у нас, а это почти 140 тысяч населения, с учетом новых строящихся микрорайонов, конечно, нам нужно очень много врачей. В первую очередь, конечно, это врачи-участковые терапевты, врачи общей практики. Потому что у нас 76 терапевтических участков пока, к сожалению, не полностью комплектованы врачами. Для новоиспеченных медиков провели праздничный концерт. На мероприятии присутствовали медперсонал 4-й поликлиники, представители администрации города, члены общественной палаты. Молодым специалистам пожелали теплые слова и наставления. Вами желаю удачи, вам желаю побольше профилактики, поменьше больных. И если уж они есть, то побольше выздоравливающих. Молодым специалистам вручили памятные подарки и благодарственные письма. Стоит отметить, с начала 2023 года было трудоустроено более полутора тысяч молодых специалистов разных профилей. Кирилл Савосин, Бахтияр Салтанов, Герман Баранов, Управда ТВ.